Ваилном Аймаке Интернациональной Чуйской области два радостных события. В селе Босбармак с населением в полторы тысячи человек свои двери открыла новая начальная школа. Здание рассчитано на 90 учеников, но пока что там учатся 47 детей. В образовательном учреждении пять учебных аудиторий – столовая и санузел. Оно отапливается углем. «Мы только сегодня перебрались в новое здание из Дома культуры. Здесь работают шесть преподавателей. Один из них – учитель русского языка. Все имеют высшее образование. Трудовой стаж каждого учителя – от 35 до 40 лет. Конечно, есть и молодые специалисты». До сегодняшнего дня начальные классы занимались в здании Дома культуры. Кабинеты были маленькими, и учеников приходилось делить на три смены. Старое здание плохо отапливалось. Несмотря на отсутствие условий, преподавательский состав работал продуктивно. Старшеклассники же ездят учиться в посёлок Интернациональный, расположенный в трёх километрах от села Босбармак. В родном селе для них тоже планируют построить школу. «Школы в эксплуатацию восемь сдано. Ещё семь на стадии завершения. Из восьми пятая школа – это только в Исахатинском районе. Данная школа, которая находится в селе Босбармак, была заложена капсула в мае месяце». На строительство современной школы площадью в 308,3 квадратных метра потрачено 12,5 миллионов сомов. Из них 4,5 миллионов выделил Чуйский областной фонд, а 8 миллионов – Катарский благотворительный фонд. Всего в регионе строится 63 социальных объекта, 28 уже сданы в эксплуатацию. На прошлой неделе в Исакульской области были введены в эксплуатацию ещё два образовательных центра. Один из них – это школа в селе Джангарык, Ахсуйского района, рассчитанная на 320 мест. На строительство было затрачено 54 миллиона сомов. Финансирование осуществлено за счёт средств фонда развития. «Для нас созданы все условия. Мы получили интерактивные доски, а в помещениях очень тепло. Теперь наша единственная задача – это давать детям образование, обучать их». Общеобразовательная школа имени Мусы Джусупова «Вселенного Вознесеновка» – ещё один центр образования, открывший свои двери для детей. В новой школе смогут разместиться 375 учащих, для них созданы все необходимые условия. Новый учебный корпус был построен на сумму 1 миллион 200 тысяч долларов, выделенных Фондом развития Саудовской Аравии. В будущем планируется построить ещё четыре школы. С введением в эксплуатацию новых учебных центров обучение в большинстве сёл будет осуществляться в одну смену. «Действительно, это прекрасно, что для детей, а ведь они наше будущее, мы создаём условия. Все мы получили образование у преподавателей, и сейчас в стране происходят реформы для них, повышаются зарплаты и пенсии». Проблема нехватки школ в Орской области находит своё решение. Например, в селе Тегерексас Харакульджинского района было введено образовательное учреждение на 150 мест. Строительство этого здания началось ещё в прошлом году, а из республиканского бюджета было выделено 55 миллионов сомов. Для обучения детей полностью обновлена внутренняя отделка и мебель. Кроме того, в каждом классе предоставлен доступ в интернет. «В этом селе проживает более тысячи человек. Дети ранее получали образование в здании, построенном полвека назад. Из-за большого количества учащихся в новой школе будут обучаться 220 студентов. В данный момент рассматривается возможность предоставления горячего питания для начальных классов». Главные условия созданы для кабинета физики и химии. Для них были оборудованы лаборатории. Также мы нуждались в актовом зале и столовой. Раньше у нас их не было. В это же время на стадии завершения находится школа в сельском округе Зулупуев-Наукатского района. Строительство здания на 150 ученических мест началось в этом году. Финансирование ведётся из государственного бюджета. «Строительство было начато в мае этого года. Общая сметная стоимость проекта – 75,5 миллиона сомов. Мы вкладываем все усилия, чтобы завершить все необходимые работы к декабрю. Качество строительства очень хорошее. Особенность строительства в том, что стены хорошо удерживают тепло». В настоящее время в Наукатском районе строятся ещё три такие школы. Это средняя школа Калдай и школа в селе Арал. Депутатов Джоур-Кокенеша проинформировали о ходе строительных работ. Парламентариям рассказали, что обе школы будут сданы в эксплуатацию уже в декабре. Это учебное заведение возводится в селе Учпай. Строительство школы на 275 мест – историческое событие для жителей села. Потому что ученики на данный момент получают здания в аварийном помещении. «Строительство завершено на 50%. Все работы идут параллельно. Пожарный резервуар, котельная – всё строится одновременно. Это двухэтажное здание рассчитано на 275 учеников. Строительство было начато в ноябре прошлого года. Мы пообещали завершить строительство до конца 2023 года. Поэтому постараемся завершить к концу декабря этого года». Также на этот год в районе запланировано строительство двух детских садов. Один из них уже сдан в пользование два месяца назад. Строительство второго практически завершено и готовится к принятию своих первых воспитанников. «Строительство детского сада было начато в 2018 году, но было приостановлено по ряду причин. Весной этого года работы возобновились. Сейчас ведутся работы по оформлению. Планируем уже в этом месяце начать работать». Отметим, что в этом году в Наукасском районе планируется сдать в эксплуатацию восемь школ и два детских сада. В настоящее время уже заработали четыре школы и один детский сад. Сымых Мусаев, Аскар Маратов, ЛТР. Итоги недели.